Почему работодатели до сих пор не торопятся принимать на работу инвалидов, хотя только в Астане 3,5 тысячи людей с ограниченными возможностями желают трудиться? В Казахстанской конфедерации инвалидов считают, что если бы соблюдались нормы закона о 3-процентной квоте, эти люди смогли бы стать активными участниками общества всеобщего труда. А устроив на работу порядка 100 тысяч инвалидов, госбюджет пополнился бы 7 миллиардами тенге в виде налогов. Как сдвинуть вопрос с мертвой точки и улучшить качество жизни необычных людей, выясняла Юлия Землянова. Одним из первых рук у дружбы людям с ограниченными возможностями протянул единый контакт-центр портала электронного правительства. С 2013 года здесь работают 8 человек с инвалидностью. Дана Альшимбаева школьное и профессиональное образование получала дома дистанционно. Работу здесь нашла через Казахстанскую конфедерацию инвалидов. В день девушка обрабатывает до 400 вызовов. Первое время было сложновато, как сказать, с непривычки. А потом уже привыкла. Спустя год, я думаю, уже почти со всеми, со всем коллективом общаемся. Удобство есть, меня все устраивает. К организации труда для новых коллег в контакт-центре подошли с душой. Гибкий график рабочего времени с пониманием относится к вопросам необходимой реабилитации. Арендует транспорт от дома до работы и обратно. Мы сейчас арендуем, но у нас по плану сейчас проходит процедура закупа инво-такси. Как только мы приобретем новый транспорт, соответственно, мы можем принять большее количество людей. Однако не всем так повезло, как Дане и ее коллегам. В прошлом году городской центр занятости трудоустроил всего 86 инвалидов из 3,5 тысяч желающих. Жадра Сынцева-Дуакасов отмечает, работодатели по-прежнему неохотно берут их на работу. Хотя в нынешнем послании глава государства поручил бизнесу позаботиться об этих людях. Самая главная большая проблема у нас в законах ГУТИ не работает на практике. Предприятие, скажем, если 30 человек имеет, они должны одного человека инвалидов устроить. Даже сейчас мы звонили, мы второй группе инвалидов предлагаем, но они говорят, нам нужна третья группа, потому что вторая группа нетрудоспособная. Хотя сейчас фактически нет такого понятия нетрудоспособности. Но и это еще не все беды людей с ограниченными возможностями. Транспорт. Акимат столицы обещает, только в следующем году в городе запустят комфортабельные автобусы. Сейчас идет процедура приобретения, а инва-такси на всех не хватает. Потребности растут и желающих пользователей тоже очень много. В день 10-10 заявок на одну машину. Это нужно, допустим, отвезти и привезти. Это 40 заявок. База у нас почти 600 человек. 600? Да, на 5 машин. Другая проблема – пандусы и специальные дорожки для колясочников. Если в городе инфраструктура не обеспечена, то что говорить о тех, кто живет на селе? Вот здесь как бы сделано для пандуса. Вот ширина соответствует, но уклон-то высокий. Я самостоятельно не могу поднять. Это у нас на каждом перекрестке, на каждом шагу такое. На этой неделе партия Нур-Атан провела несколько рейдов, исследуя, есть ли барьеры на пути к колясочникам. Выяснилось, в стране сейчас адаптировано чуть больше 700 объектов, 30 из которых в столице. А ведь люди с ограниченными возможностями тоже хотят посещать театры и магазины, библиотеки и госучреждения. Делая эти пандусы, строители не вкладывали душу, то есть они не ставили себя на место этих людей. Если вы обратили внимание, то не так уж и много людей у нас на колясках сегодня на улицах увидите. И не потому, что они не хотят выйти из дома, они просто не могут выйти из дома, потому что нет приспособлений таких в подъездах у людей. Поэтому я считаю, что все-таки общество в целом сегодня задолжало перед этими людьми. Очень интересен в этом отношении зарубежный опыт. Например, в США и ряде европейских стран вопросы трудоустройства практически решены. По данным 2008 года в Америке из 54 миллионов граждан, имеющих серьезные нарушения здоровья, работы обеспечены 29%. В Великобритании из 5 миллионов 40%. Причем в США за найм на работу такого сотрудника работодатель получает выгоду при налогообложении. И наоборот, те, кто отказываются трудоустраивать, облагаются штрафами. Во Франции законодательно закреплены квотированные рабочие места в размере 6% от общего числа работающих. А в Германии есть специальная госпрограмма занятости лиц с тяжелыми формами инвалидности, предусматривающая также ряд субсидий для предприятий. Какой опыт возьмет на вооружение Казахстан, станет ясно, когда к концу года в парламент поступит соответствующий законопроект. Сейчас его наполнением занимается правительство. А пока люди с ограниченными возможностями ждут того счастливого времени, когда казахстанское общество уберет все барьеры из их жизни. Юлия Землянова, Боржан Сыздыков, Ерзат Зайдхан и Серик Унырбаев, Хабар, Астана.